Не делай так больше в 2024 году. Видео можно загрузить гораздо проще. Как загружать видео в 2024 году? И при чем здесь искусственный интеллект? Кажется, не при чем, но смотрите до конца, я вам расскажу. И этот канал с их огромными оборотами, с огромным трафиком от доходов использует этот способ уже. А теперь можете и вы. Давайте не будем лить воду, а просто-напросто перейдем сразу же в YouTube студию и начнем загрузку. Загрузку видео. Я не буду вам рассказывать самый первый шаг, потому что создать видео и загрузить это, ну понятно, кнопочка создает, перетащил и оно загрузилось. Из файла, имя файла сюда подтянулось как название, оно остается. Для тех, кто не знает, как загружать, я быстро вот в брифле пробегусь по полям и расскажу. Итак, метаданные видео это название, описание и субтитры. До 2024 года все блогеры руками или копипастом ворвали чужие названия и сюда вот вставляли и прописывали. Сами думали, надо кликбейт названием, SEO оптимизацией, а сегодня этого не надо. Смотрите до конца, покажу, как это делает наш сервис с помощью искусственного интеллекта. Итак, это все уже сейчас пропускаем. Картинку, надеюсь, у вас подготовлена и вы не будете выбирать из кадра, потому что картинка самая важная и CTR решает, будет ваш канал конкурентоспособным или нет. Через загрузку значка вы это сделаете. Плейлисты. Есть у меня видео про картошку, поэтому я Potato здесь и выбираю. Да, друзья, канал у нас это тестовый, не смотрите, что тут мало подписчиков, просмотров, мы на нем тренируемся для нашего сервиса. Проверяем качество. Вы, когда загружаете, сразу же выбираете, да, плейлист по умолчанию, можно выбрать. Если продукт плейсмент YouTube требует на ваше усмотрение, желательно, если вы размещаете продукт какой-то, то показывать YouTube, что это за деньги. Обратите внимание, измененный контент, вот это вот новое поле, которое YouTube ввел. И да или нет. В моем ролике я ставлю да, потому что здесь есть искусственный голос. Мы с помощью нашего сервиса создаем не только переводы, локализацию делаем, но еще и генерируем голос. Вот в этом ролике он есть, поэтому я указываю да. И YouTube здесь говорит, что если он заметит, то мы поставили эту галочку нет или вообще не указали, а здесь есть генерированный контент, то может лишить монетизации. Поэтому обязательно ставьте. Друзья, это я считаю, что очень круто, что YouTube уже начал, уже отслеживать, кто использует генерацию контента, а кто настоящий блогер, а не фотография с шевеляющимся ртом. Пойдем дальше все-таки по полям. Измененный контент, понятно, я надеюсь, понятно. Если нет, напишите в комментарии или спросите нас в группе нашей, мы более подробно про это поговорим. Так, дальше. Автоматическую разбивку по эпизодам. Да, очень удобная функция. Он автоматически делает разбивку, но еще для удобства все же самостоятельно надо разбивать. По эпизодам это помогает навигацию и увеличивает SEO-оптимизацию, так скажем. Поисковая машина Google или Яндекс, когда ищет какой-то эпизод и по этим ключевым словам может попасть сразу же на нужный момент. И видео завлечет зрителя. Очень удобная функция, поэтому используйте. Теги в 2024 году не заполняем. Не потому, что YouTube уже понизил их рейтинг и они не так круто работают, как раньше, а просто потому, что есть искусственный интеллект, который все это сделает за нас. Со временем YouTube, наверное, их и уберет. Язык видео. Обязательно указывайте язык видео. Этот у нас канал на английском. У кого-то на немецком, у кого-то на датском. Ну, не забывайте, это важно. Особенно для нашего сервиса. Разрешить встраиваемое видео по умолчанию мы ничего не меняем, потому что, ну, стандартные вещи. Самые популярные ниши – люди и блоги. Но если у вас какая-то другая, то обязательно укажите это YouTube, пока поможет более релевантную аудиторию к вам подобрать. А более релевантная и правильная аудитория – это опять-таки ваш путь к успеху. YouTube иногда может кидать вас не туда. Итак, потом мы переходим в дополнение. И вот это вот очень важный шаг. И это самое важное в 2024 году. Я попозже расскажу, почему. Это загрузка субтитров. Загружаем файл. С временными кодами, естественно. У вас он должен быть уже подготовленный. Когда вы делаете видео, вы еще и заодно, ну, если вы кулинар или же неразговаривающий, какой-то немой контент делаете, ориентированный на весь мир, вы сразу же создаете субтитры. Его вы выгоняете в файл формата SRT, и его вы уже загружаете в YouTube студию. Как он выглядит, я вам сейчас покажу. Вот, посмотрите. Внутри субтитры выглядят именно вот так вот. Это порядковый номер текста, его временная метка, и, собственно, текст, который нужно YouTube воспроизвести. Ну, не только YouTube, но и если у вас кино, фильм, вы распространяетесь через какие-то другие сервисы, и будут воспроизводиться именно эти субтитры. На самом деле, эта технология, ей уже очень много лет, там, с 30-х годов она развивается. И субтитры позволяют расширить вашу аудиторию. Будут смотреть люди, которые, например, изучают язык, или которые любят смотреть на языке оригинала. То есть, это не только важно для контента, ориентированного на весь мир, но еще и для разговорных видео. Потому что, если у вас влог или какой-то материал обучающий, и вас нашел зритель, не знаю, там, издание, он не понимает по-русски, то наличие субтитров поможет ему посмотреть ваше видео и взять самое ценное. Понятно, если у вас контент постоянно, каждый день, что-то новое надо загружать, то, ну, может быть, и не стоит. Но если вы делаете качественный контент, который ориентируется быть зеленым, то есть, постоянно привлекать в течение года трафик, то это must-have. В 2024 году уже все. Помимо того, что я вам сказал, новые наши инструменты, те же самые, которые YouTube внедряет, они будут работать по субтитрам. Если вы не загрузите, YouTube попытается сам это все распарсить. Но вы поймите, оно не идеальное. До сих пор еще нету идеальных нейросетей, которые хорошо разбивают фонетику, аудио в слова. И YouTube это делает, ну, так себе. Поэтому, если вы делаете разговорный контент, уважаете своих зрителей, то исправляйте субтитры, загружайте их исправленными. Далее YouTube будет уже вводить новые фишки, как автоматическая озвучка на разные языки. Пока что он тестирует на английский и на испанский. В нашем сервисе доступна уже на большее количество языков озвучка, и поэтому уже можно использовать. Субтитры очень важны. Субтитры выглядят вот именно таким вот образом. Да, вы можете, как вы поняли, их в блокнотики там создавать, если не любите программы. Можете в любой программе, ну, не знаю, Adobe After Effects, Filmora, CupCat, они все поддерживают субтитры, поэтому просто-напросто создали, описали, и все. Вот и вы видите у меня, что здесь на немецком языке. Я немецкий не знаю. Я, естественно, использую переводчики. Вот у меня вот вопрос к нашим пользователям сервиса. Нужно ли нам создать такую опцию, что вы создаете субтитры на русском языке, загружаете их к нам, и мы автоматически их переводим на нужный язык. Потому что мы сейчас это не поддерживаем, а изучаем. Хорошо, друзья, вернемся к загрузке. Смотрите, вот они у нас уже здесь есть. Нажимаем «Готово». Если вы видите, что надо где-то что-то подправить, ну, естественно, вы подправляете. Нажимаем кнопочку «Готово». Импортировать из другого видео я предпочитаю. Заставки, там, например, из этого давайте. Тут нету из этого. Тут длина обычно на заставках уходит, и 20 секунд видео дофига, поэтому я сокращаю переход. Итак, видите, доставки. Подсказки тоже добавлять, все функции, которые есть в YouTube, желательно, естественно, использовать. Я для демонстрации не буду, но особого смысла не вижу пока что. Нажимаем «Далее». Доступ. Ну, проверка, вернее, проверка, она проходит проверку. Если вам надо что-то, какую-то дополнительную проверку здесь пройти, вы ее проходите. Нажимаете «Доступ», и, как я вам говорил, здесь ограниченный доступ. Я же предпочитаю запланировать публикацию. Я знаю, у меня есть некоторые коллеги по цеху, кто считает, что даже запланированная публикация не очень хорошо, потому что YouTube начинает видео индексировать, и оно хуже заходит. И они, соответственно, заходят и паблишат руками по расписанию, например. Кто-то вычислил время, что у него там 7 утра по среднеевропейскому времени, и он заходит в это время и сам руками паблишит. Но все равно я не нашел доказательств тому, что это именно так. Поэтому я предпочитаю скедулить. Некоторые делают доступ по ссылке. Вот тут вот по ссылке я не люблю, потому что считаю, это уже какая-то видимость. Начинаются просмотры из разных источников. Как-то оно влияет на первую статистику, ну и как-то может это дело не туда увезти. Лет 7 или 8 назад даже работала схема, когда ты делаешь доступ по ссылке, наливаешь туда трафика, например, из рекламы AdWords, делаешь полный доступ, и видео летит очень бодро, практически сразу же, потому что у него уже накопилась статистика и какие-то зрители. Посему я вот предпочитаю приватное. Итак, запланировать публикацию. Оно сохраняет. То есть вы обратили внимание, что мы загрузили видео, ничего там не описывали, сделали, пробежались несколько кликов. Это занимает буквально там, я не знаю, несколько секунд. А теперь идем в наш сервис, Creator Tools. Переходим в кабинет пользователя. Выбираем количество языков, которое вам надо на видео. У каждого оно свое, но мы предлагаем еще выбрать по переводам, ну, самые популярные, мы анализируем, что чаще всего блогеры выбирают, какие языки, и предлагаем такой вот фильтр. Вот я выбираю 110 языков, самых популярных, на которые переводят блогеры-миллионники. Нажимаем карандашик, и этот карандашик нас позволяет получить рекомендации, созданные искусственным интеллектом. То есть мы запрограммировали искусственный интеллект на то, чтобы он сам создавал правильные названия, учитывая полиси YouTube, учитывая кликбейт, учитывая SEO-оптимизацию, ключевые слова. И согласно нашим рекомендациям YouTube и создает вот три варианта названий. Наши рекомендации, они уже протестированы, они работают, наши пользователи нас благодарят и рады, когда ролик с нашим названием заходит, например, на 3 миллиона, на 10 миллионов просмотров. Три варианта тут есть у нас на любой вкус, как говорится, капслоком с эмоди или же просто с ключевыми словами. Ну, мне, например, нравится вот это, Tutorials, популярное название. Дальше, описание. Видите, да? Мы загрузили просто субтитры. В два клика мы получаем уже крутое название и SEO-оптимизированное описание. Обратите внимание, здесь у нас еще есть и разбивка по тайм-кодам. То, что я вам в самом начале говорил, YouTube автоматически это делает, а мы определяем самые интересные моменты в видео и сами добавляем сюда вот эти тайм-коды. YouTube потом это делает разбивку и получается очень полезно и интересно для зрителя. Помимо этого мы добавляем, естественно, сюда хэштеги, какие-то эмоди. Ну и наши теги. Как же без них? Копировать. Ну, те, которые были в студии, они переопределятся. Название забираем. Описание забираем, простите. И название забираем. Сохранить изменения. Друзья, я говорю много, долго, чтобы все раскрыть, весь этот потенциал, но когда вы будете пользоваться вот этой функциональностью, это у вас будет занимать минуту времени, может быть, меньше. Давайте вернемся в студию теперь. Нажимаем карандашик на видео, которое мы с вами исправляли. И нажимаем обновить. Название автоматически не подтянутся у вас, потому что ваш браузер не делает запрос на сервер за данными. Вы должны принудительно его попросить обновиться. Вот, поэтому обновились. Вот, все, все на месте, все есть. Видео заскедулено, то есть оно уже готово к публикации. Фотографию не забудьте поставить, изображение более-менее правильное. Но мы еще не все сделали. В 2024 году важен перевод. Без перевода никуда. Заходим снова в студию и нажимаем кнопочку «Перевести видео». Смотрите, 0, 0, субтитры у нас загружены. И начался перевод. Максимум 15 секунд, и ваше видео уже будет доступно в 140 странах. Увидите, да? 110 переводов. Возвращаемся в студию. Выбираем видео. И заходим в субтитры. Ну, помним, что надо обновиться. Все 110 переводов, как видите, на месте. Пару кликов. Это очень круто. Посмотрим белорусский. Британия Себры. Бульба 4 штуки и так далее. И так на всех языках. То есть ваше видео сразу же становится доступным всему миру. Если вы этого еще и раньше не делали, то вот вам способ увеличить охваты ваши в пару кликов. Смотрите, друзья. Опять про субтитры. То, что рекомендует сам YouTube. Когда ваш канал растет, он становится интересен зрителям из разных стран. Вы можете локализовать его. Видите? Хотите привлечь больше зрителей из рубежа? Переведите название и описание своих видео. А также субтитры на другие языки. Очень много лет YouTube это рекомендует. Но популярность привода начинают обретать именно сегодня. В том числе благодаря нам, потому что мы хотим это донести до всего мира. Вы, конечно же, эти знания можете получить от какого-нибудь наставника, пройдя обучение в какой-нибудь YouTube-школе. Вы заплатите за это. Ну, там, не знаю, где-то тысячу, где-то пять. Опять зависит от уровня контента, который вы покупаете. Но вам про это там скажут. Я вам рассказываю про это бесплатно. Просто берите и делайте. Ну, либо к нам вернетесь после того, как вы пройдете чье-нибудь обучение. Ну, если вы не делали этого раньше. Итак, смотрите. YouTube предлагает три способа локализации. Наш трек закрывает два. Первый – это то, что мы с вами сейчас делали. Загрузили видео, локализовали метаданные на 110 языков. Второй способ – это отдельные каналы для разных языков. Это уже с озвучкой. То есть, допустим, наш канал на Ираквина, на английском языке. Если мы захотим сделать на немецком, мы создадим на немецком языке. И будем использовать похожий контент, но не точно такой же, чтобы, не дай бог, в спам не попасть. То есть, там надо будет вносить изменения и адаптировать для немецкого языка. Но самое главное – звуковая дорожка будет у вас на немецком языке. И, смотрите, почему YouTube не будет это воспринимать спамом. Потому что многие сразу же, когда говоришь про этот способ, все говорят, ну спам же, дублирование контента. Да, конечно, будет дублирование контента, если вы не сделаете правильно. А как сделать правильно? Вот здесь это все описано. Вы указываете в каждом канале язык и страну, добавляете на страницу каждого канала информацию о том, что есть его версии на других языках. Понимаете? Вы связываете канал. И YouTube видит, что это ваш, это бренд, и это не повторение контента. И добавляете в избранный канал. Вот эти вот три действия надо делать, чтобы YouTube не считал вас дублирующим каналом, не пессимизировал, ничего, да бог так не делал. И таким образом уже сливки, шоу, ну то есть известные каналы, которые локализуются, они уже давным-давно-давно это все используют. Ну и да, есть еще и третий способ. Он более сложный для бренда, для команд различных. Желательно его уже использовать тогда, когда у вас есть дополнительные действия, так скажем. Довольно-таки дорого. А теперь еще один из моментов, который позволяет увеличить доход. Это CPM. Обратите внимание, это маленький канал, русскоязычный, с локализацией. И такое маленькое количество просмотров, в сравнении с огромным количеством просмотров из русскоязычного сегмента. Казахстан, Россия, Беларусь, Украина. И видите, да, что благодаря просмотрам из США доход больше. Это вам на примере маленького канала. А на примере огромных, ну когда уже идет миллионное количество подписчиков, огромный трафик и цифры совершенно другие. Поэтому, друзья, с помощью локализации вы еще себе можете увеличивать CPM. Либо уменьшать его, если вы, например, хотите более быстрого роста и вам нужна какая-нибудь там Индия, я не знаю, то есть страны, где трафик дикий, большой, огромный, но за низкие деньги. То есть можно еще и туда заходить. То есть с помощью переводов можно этим управлять. А если вы не хотите такие страны, как Индия, то вы их просто не переводите там на хинди. Эти вот лайфхаки уже давным-давно используют крутые блогеры, увеличивают доход, рассказывают на своих курсах. Наш сервис предоставляет вам это все из коробочки и экономит ваше время. То есть вам уже даже не надо будет изучать этот SEO, как правильно заголовок написать. Просто нажмите кнопку, мы вам, для вас все сделаем. Я буду очень рад вашей обратной связи. Если будут какие-то вопросы, пишите. Мы всегда на них отвечаем с радостью. До встречи у новых видео. Я Игорь, сервис Creator Tools. Пока.